все началось в темноте я очнулся в мире полном более она пульсировала в голове и била по вискам вдруг я увидел приближающееся пятно белого света внутри пятна была человеческая фигура ангел сияющий свет излучал покой ангел заговорил со мной ангел исчез и стук в висках усилился ускорился ко мне постепенно возвращало зрение звуки становились ритмичней музыка мрак уступал место смутным очертанием окружающего мира я постарался сориентироваться повсюду были люди их тела извивались двигаясь в такт ритму музыки меня мутило но теперь я хотя бы мог двигаться нужно было сунуть голову под кран это должно помочь двен г двен два бл Я еле держался на ногах. К горлу подступила тошнота. Собрав последние силы, я двинулся дальше. Продолжение следует... Эрик Бэйн, твоя цель ждет. Эрик. Эрик Бэйн. Имя ударило в голову, словно пуля. Это было мое имя. Другие воспоминания. Ничего. Тьма в голове скрывала все остальное. Ангел пропал, а вместе с ним боль. Пора было выяснить, кто я такой и что я здесь делаю. Не исключено, что вышибала видел, как я вошел. Может, он прольет свет на эту загадку. Иди прочь! Не на людях же! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эй! Эй, приятель! Ты в порядке? Да, да, порядок. Я в норме. Я пришел в клуб один или с кем-то. Понятия не имею. Я только что заступил на смену. До того за дверью приглядывал мой начальник. Где его найти? Да здесь где-нибудь. Проси в баре, где Том. Воспоминание казалось очень реалистичным. Даже если я и не все понимал. Это было предупреждение. Я вернулся в клуб, чтобы найти главу службы безопасности. Может быть, он мне поможет. Очень мило. Привет. Привет. Мне бы... Ему кровавую Мэри. Фирменную. А кто сказал, что я хочу кровавую Мэри? Поверь, я точно знаю, что тебе нужно. Не знаешь, где Том? Том? Конечно, я знаю, где он. Иди вверх по лестнице. Он там. Удачи. Спасибо. Пока. Ага. Еще увидимся. Напиток был мерзок на вкус и оставлял странное послевкусие. Но мое тело было иного мнения, и тепло наслаждения разлилось внутри. Эй, ты как? Мы раньше встречались. Лично нет, но разве не все мы близки друг к другу? Да, мы же почти как одна большая семья. Я понятия не имею, о чем ты. Черт, чувак, ты что и в самом деле не понимаешь? Моя память... Все как в тумане. Ха-ха, ну как скажешь. Я-то знаю, что ты ищешь. Слушай, приятель, мы можем тебе помочь. В смысле, я знаю, кто может. Иди за мной, я отведу тебя к ней. Уверен, она тебе поможет. Ее зовут Роза. И она знает обо всем этом больше, чем все мы тут. Тебе очень повезло, что ты встретил меня. С большинством из нас лучше не пересекаться. Они бы тебе просто оторвали голову. Или чего похуже. Не волнуйся, мы почти пришли. К слову, этот клуб принадлежит Розе. Тебе... Ты... 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 Спасибо. Девушки отдыхают. Я понятия не имею, о чём вы говорите. Ты... Вампир. Вампир, как Том и я. Ага, точно. Спасибо за коктейль, но я, пожалуй, пойду. Том, покажи ему. Хо! Милый фокус! Что за... Ты использовал вампирские способности автоматически. На рефлексе. Неплохо. Похоже, врождённые. Спасибо, Том. Теперь я позаботюсь о гости, а ты возвращайся. Понял. До встречи. Итак... Меня зовут Эрик. Эрик Бэйн. Хорошо, Эрик. Меня зовут Роза. Надеюсь, наша маленькая демонстрация тебя убедила. Не думаю, что у меня есть выбор. Верно. Сейчас у тебя есть более важная проблема, требующая решения. Ты ещё не стал полноценным вампиром, и в этом есть некоторые недостатки. Почему я ещё не полноценный вампир? Если вампир выпьет твою кровь и убьёт тебя при этом, ты сам становишься вампиром. Но для полной трансформации этого недостаточно. Сначала нужен глоток крови своего создателя. Только тогда ты станешь полноценным вампиром. И раз я не знаю, кто сделал это со мной, значит, у меня проблема. Именно. Вампир никогда не создаёт другого вампира просто так. Мы пытаемся скрыть своё существование от людей, а каждый новичок увеличивает риск. Твой создатель поставил нас всех под угрозу, бросив тебя. Ни один вампир не рискнёт навлечь на себя гнев всех остальных. Полагаю, с ним что-то случилось. А что будет, если я не выпью его крови? Лучше тебе этого не знать. Я не знаю, что точно происходит, когда кто-то становится вампиром. Но если не добыть нужной крови, мозг начинает разрушаться. Ты будешь всё больше и больше похож на зверя, пока не утратишь, наконец, остатки человечности. Мы зовём этих жалких существ упырями. Поверь, лучше любой ценой избежать этой участи. А у меня есть выбор? Теоретически, кровь твоего создателя можно заменить кровью древнего и старого вампира. Я говорю о вампирах, которые пребывают в таком состоянии уже десятилетия. Таких в убежище нет, но я кое-кого знаю. Его зовут Джон Блуминг. Он директор музея Хартинга в центре города. Блуминг не образец дружелюбия и не отдаст тебе свою кровь добровольно. Похоже, особого выбора у меня нет. Так оно и есть. Но прежде чем уйти, поговори с Томом. Он может дать тебе пару советов. СОЧНОМ БЛУМГ СОЧИНОМ БЛУМrin Привет! Ты Эрик, верно? Том рассказывал о тебе. Я Эйприл. Эйприл Крюгер. Если я могу тебе чем-нибудь помочь, только скажи, хорошо? Расскажи мне о музее. Кажется, там сейчас выставка по Средневековью. Несколько лет там не была. Слышала только, что директор музея тоже из наших. Но о нём лучше спросить у Тома или Розы. Ещё увидимся. До встречи, Эрик. Эй, всё в порядке? Роза сказала, ты можешь меня кое-чему научить. Ну, не то, чтобы научить. Но у меня есть одна идея, как ты можешь развить свои новые рефлексы. Перед клубом околачивается несколько кидал. Ты мог бы разобраться с ними. Мне подойдёт. Ну, давай, приятель. Удачи. Я оказался в пустом переулке. Том отправил меня сюда. Потренироваться. Что-то было не так. Я поплёлся по единственному пути, который был передо мной. Продолжение следует... Эй, приятель, хреново выглядишь. Не рыпайся, сосунок. Мелочь есть. Точно, чувак. Гони кошелёк, а то сами заберём. Я почувствовал, как меня охватывает гнев. Желание причинить боль. И жажда крови. Прекрати, сволочь! Я не мог объяснить, что произошло. Неужели я только что убил кого-то и выпил его кровь? Говорю тебе, этот ублюдок уделал майки. Просто прокусил ему горло. Лады, успокойся. С нами не пропадёшь. Если он явится, пристрелим сучонка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...